Ребята оседлали свою любимую тему безопасности и ее обеспечения. Не будет королевской охраны, не приедем. Великобритания всегда будет домом принца Гарри и страной, в которой он хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности. С отсутствием полицейской защиты приходит слишком большой личный риск. Герцог и герцогини Сасекские самостоятельно финансируют частную охранную команду для своей семьи, но эта безопасность не может быть равна необходимой полицейской защите, требующейся во время пребывания в Великобритании. В отсутствие такой защиты принц Гарри и его семья не могут вернуться к себе домой. Если хотите почитать мнение Пирса Моргана об этом, то вот полный перевод. Я не могу полностью поддержать возмущение королевских обозревателей и обывателей Дзена. Как бы мне не нравился Гарри, я не могу закрыть глаза на то, что он находится в близком родстве с главой государства. Государственная охрана полагается главе государства и членам его семьи. Хоть Гарри больше не представляет Великобританию, не занимает никаких государственных постов и считается частным лицом, он навсегда останется внуком главы государства, а в будущем станет сыном и братом глав государства. Так что на мой взгляд некоторые основания для подобных запросов Гарри есть. Вот такой неприятный факт. Также стоит учитывать настроение общественности. Когда заходит речь о возвращении Сасекских, на похороны открытия памятника и другие. В сети появляется тонна язвительных комментариев о том, какой теплый прием устроят им британцы. Когда поступают подобные сообщения, правительство вынуждено реагировать и усиливать полицейское присутствие. Конечно, круглосуточная охрана это слишком шикарно, но думаю можно найти лайт-варианты. Когда королева отзывала охрану, Гарри жил в другой стране и ее решение было логичным. Прошло время и появились ситуации, когда Гарри должен присутствовать в Великобритании. Похороны, например. На эти нестандартные случаи нужно разработать отдельный план по обеспечению безопасности гостей и семьи королевы. Уж лучше обеспечить этим клоунам охрану на время приезда в Великобританию. Подстраховаться. Если что-то произойдет, правительство сможет с чистой совестью заявить, что со своей стороны они сделали все возможное и невозможное. Но мы же понимаем, что на самом деле Гарри не ищет возможность вернуться на родину или поздравить бабушку. Тогда требования были бы озвучены не публично, а на внутренних переговорах. Гарри и Меган не хотят договариваться, налаживать контакты с семьей. Это скучно-тяжко, нужно идти на компромисс, брать на себя ответственность. Вместо этого они ищут оправдания. Да и подавать жалобы в суды это так занимательно. Можно пожаловаться, почувствовать себя крутым серьезным человеком, не ерундой занимаюсь, а делом вон бумажки, иски. Как быстро меняется мнение Мэка о королевской охране. Только в интервью Опре она выразила несколько совершенно противоположных мыслей. Охрана была недостаточной, не осознавали повышенную опасность для цветных членов семьи, не сберегли бы жемчужину БКС, Меган, погибла бы как свекровь, если ее муж-герой не эвакуировал семью за границу. При этом она утверждала, что обеспечение ее безопасности было чрезмерным. Ей не разрешали гулять с друзьями, выходить из дома, паспорт отобрали, хотя мы знаем, что все это доступно герцогиням по согласованию. Так и не определившись была ли охрана хорошей, Мэк уверенно заявляет, моему сыну нужна такая же. Дайте ему титул такую же безопасность. Знаете, когда в далеком 2019 году Сасекские захотели отпраздновать День Благодарения и Рождество с Дорией, и появились слухи, что это не просто каникулы, а настоящий побег из БКС я не поверила. Несмотря на все тяготы, я была уверена, что принц Гарри никогда не откажется от королевских обязанностей. Ведь он автоматически лишится государственной охраны. А для такого паранойка, как он, это катастрофа. Когда стало точно известно, что они сбежали, я по-прежнему верила, что Гарри немного умнее, чем о нем думают комментаторы Дзена. Наверняка у него есть план, может старые военные связи, благодаря которым будет обеспечена первоклассная охрана. Бывшие военные часто уходят в охранный бизнес. Может у Гарри есть такие друзья. Вы читаете это и наверняка смеетесь в голос надо мной, как минимум закатили глаза, какая наивность. Да на деле оказалось, что Гарри ни о чем не думал, ничего не планировал. Он рассчитывал не только на охрану, но и финансовое обеспечение от папочки. Теперь до него дошло, что частная охрана не так хороша, как государственная. Вот к чему приводит излишняя импульсивность. Психанули уехали. Немного поостыв, стали выдумать, что будут исполнять какие-то обязанности, только за границей. Дворец не поддержал больные фантазии. И последний год они только и делают, что выдают новые оправдания своей халатности. И напоследок. У меня большой вопрос. Можно ли подпускать Меган к дворцовому персону и офицерам королевской охраны, пока идет расследование против нее? А как же история о том, как она послала охранника за фасфудом на вертолете? Пока идет расследование, пока независимые юристы оценивают поведение Меган, я бы вовсе запретила ей останавливаться в королевских резиденциях или каким-либо еще способом общаться с персоналом, которому она может навредить. Пусть останавливается в отеле у друзей или своих чокнутых поклонников. Ее следует изолировать от персонала, а какие-либо обсуждения с помощниками королевы через юристов, под присмотром той независимой фирмы, которая ведет расследование. Пьес «Маленькая злая шутка». Полицейское сопровождение также полагается преступникам. Может это как раз случай Гарри и Меган. Ведущий Sky News Алан Джонс крайне негативно отозвался о поведении принца Гарри и Меган Маркл во время их поездки в Нью-Йорк за их неистовое желание повидаться с сильными мира сего, вместо того, чтобы заняться добрыми делами. Австралийский комментатор обсудил трехдневную поездку пары в прямом эфире, ехидно заявив, что герцогам Сасекским надо проявлять любезность публике и предлагать им маску для глаз и беруши тем, кто становится свидетелями их выступлений, ведь далеко не всем интересны их проповеди. Эти двое действительно невыносимы, сказал Гэн Джонс. Телеведущий считает, что раз уж герцоги Сасекские на время визита в Нью-Йорк запланировали целый ряд добрых дел, то на них паре и следовало сосредоточиться, а не устраивать встречи с теми, кто занимает влиятельные должности. Честно говоря, я не понимаю, на каком основании эти два неработающих члена королевской семьи встречаются с каким-либо политиком или мировым лидером. Так этого никто не понимает Гэн Джонс. Более того, никто не понимает, зачем это нужно политикам и мировым лидерам. Аллен Джонс продолжил. Все устали от выступлений Мэган и Гарри об изменении климата, на андемии и голоде в слаборазвитых странах. Я имею в виду, что весь мир устал от этих двоих и их проповеди. Я думал, что они сами хотят жить тихой жизнью везде всеобщего внимания. А теперь, когда Сасексы всем надоели, это уже всеобщее желание публики. В сети вновь сравнивают двух герцогинь. Первое совместное публичное появление Мэган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорке после рождения дочери Лилибет Дианы вызвало большой ажиотаж. Супруги посетили несколько официальных мероприятий. Однако самое большое внимание было приковано к гардеробу герцогини Сасекской. Сначала ее раскритиковали за то, что она выбрала комплект не по погоде. В 26-градусную жару жена принца Гарри облачилась в плотную черную водолазку и теплое черное пальто. Затем поклонникам королевской семьи не понравилось белое платье Валентиноу, в котором Мэган вышла на сцену благотворительного концерта Global Citizen Life. Многие отметили, что фасон наряда подчеркивал недостатки фигуры, располневшей марку. Теперь же все внимание пользователей в сети сосредоточено на бежевом комплекте из брюк, блузы и пальто, в котором герцогиню Сасекскую также заметили в Нью-Йорке. Образ вновь пришелся не по душе поклонникам. Кроме того, британцы обратили внимание, что Мэган практически один в один скопировала недавний лук своей вечной соперницы Кейт Мидлтон, в котором та появлялась во время своего делового турне по Шотландии в мае этого года. Герцогиня Кембриджская также отдала предпочтение бежевому комплекту, однако на ней брюки, блузка и пальто сидели просто идеально. Историк, доктор Эдвард Оэнс, принял участие в обсуждении готовящихся к изданию мемуаров герцога Сасекского. Невольно, кстати, отметил, что это будут мемуары, написанные Гарри под тщательным руководством Мэган Маркл. Знаете старый анекдот? В Королевском саду на снегу нашли надпись «Пардон, мочой король дурак». Король потребовал найти виновного. На следующее утро его помощник доложил Ваше Величество. Моча герцога Мальбора. Почерк королевы. В общем, сдается мне, что уже по всеобщему убеждению, мемуары Гарри будут ничем иным, как взглядом Мэган на жизнь и обиды мужа. Сам Гарри сказал, что в его книге будет описан его путь от детства до наших дней, включая его военную службу и роль мужа Мэган. Он не уточнил, будет ли она освещать уход пары из королевской жизни Мэгзит. Зато обещано, что Гарри расскажет о своих экс-подругах. Подруги уже нервничают. Под редакцией Мэган их литературный портрет в мемуарах Гарри может быть похож на карикатуру. А доктор Оуэнс в интервью изданию Daily Express обвинил Сассексов в создании выдумок, которые запутали реальность их отношений с фирмой. Он утверждает, что Мэган и Гарри не были полностью правдивы. Например, когда дело доходило до обсуждения их финансов в интервью о Преуинфри. Доктор Оуэнс утверждает, в интервью о Пре Гарри и Мэган отчетливо показали точку зрения, которой придерживаются. «Я ожидаю, что и в мемуарах Гарри будут некоторые неудобные откровения. Также будут выдумки. Гарри и Мэган неплохо умеют создавать удобные для себя выдумки, которые запутывают реальность их отношений с королевской семьей. Они не были полностью правдивы, например, когда сказали, что были отрезаны от королевской семьи с точки зрения финансов. Это было доказано. Обратите внимание, речь идет о мемуарах герцога Сасекского, но рефреном звучит «Гарри и Мэган», «Гарри и Мэган». В общем, моча Гарри, почерк Мэган. Все, как в анекдоте.